Всем привет! Меня зовут Леша Дегелев. Я работаю инженером в EPUM. И сейчас занимаемся мы InsideDHIO. Это такой open-source SPAWK-дистрибутив, который равнится поверх кремной море гряда. Вот, что я хочу сегодня рассказать, я хочу рассказать, как мы его делаем, зачем он нужен, какие у нас вообще были мотивации, какие архитектурные задачи мы решали, какие у нас были трейдов, когда мы это все дизайнили, какие сложности у нас были с разработкой, как мы это тестируем. Ну, я также предполагаю, что вы уже немного знакомы со SPARC, как минимум был перед этим доклад про SPARC. Вот, то есть, если не знакомы, то на каком-то уровне я вас постараю познакомить, но хотелось бы, конечно, чтобы вы что-то о нем уже слышали. Итак, если посмотреть на современные приложения, на современные системы, то это микс из транзакционных и транзакционной аналитической обработки данных. По транзакционной обработке я подразумеваю не те транзакции, про которые на собеседованиях спрашивают, а про бизнес-транзакции. То есть, это та обработка данных, которая как бы essential для нашего бизнеса, без которой бизнес не строится и приложение мы построить не можем. И есть у нас аналитическая обработка данных. Это обработка данных, когда мы пытаемся из данных получить какой-то инсайт и из инсайта, соответственно, принять какое-то решение. И, соответственно, это решение позволяет нам или заработать больше денег, или получить преимущество перед конкурентами. В общем-то, такой процесс, когда у нас есть данные, мы из данных получаем инсайты и мы должны как-то реагировать на эти инсайты. Соответственно, аналитическая обработка данных, она тоже разная бывает. Мы можем там какие-нибудь строить, делать оффлайновую аналитику на каких-нибудь исторических больших объемах данных, скажем, исследовать какие-нибудь тренды продаж. Или можем делать реал-тайм аналитику, когда нам нужно реагировать на бизнес-события со скоростью нашего бизнеса. Например, есть такой сервис Uber, есть компания Uber, у которой есть одноименное мобильное приложение. Оно позволяет вам заказать такси с мобильного телефона и, соответственно, также позволяет вам зарабатывать деньги, став Uber-водителем. У них как такого фиксированного штата водителя нет. Любой может подать документы, стать водителем, зарабатывать деньги. В чем интерес? То есть, в принципе, в Uber какое ценообразование? У них есть фиксированная стоимость поездки. Фиксированная, я имею в виду, что она зависит от продолжительности поездки и от километража. Но интересно, что, например, представьте, что у нас какие-нибудь пик-пик-пик часы, скажем, какой-нибудь загруженный бизнес-города, типа Нью-Йорка, и там в 5-6 часов вечера все едут из Манхэттена на окраины с работы домой. Или у нас заканчивается какой-нибудь большой ивент, скажем, футбольная игра, и все хотят уехать со стадиона домой. Что происходит? То есть, у нас резко возрастает спрос на сервис, и по всем законам экономики цена должна возрастить. То есть, у нас количество спрос превышает предложение, значит, цена должна идти вверх. Что мы должны делать? Логично поднимать цену на наш сервис. Это позволяет, во-первых, вывести больше водителей на дороге, и, во-вторых, тем людям, которые все-таки хотят уехать, у них будет эта возможность. То есть, если они готовы заплатить больше, они все-таки смогут уехать, и они увидят на экране телефона, что рядом водителей вообще нет. Какие вообще проблемы построения такого рода систем? То есть, нам нужно реагировать на наш бизнес в реал-тайме. Проблемы возникают… То есть, какие у нас основные челленджи? Первое – это, как нам реагировать на наши бизнес-события быстро, то есть, в каком-то не реал-тайме. В зависимости от бизнеса это может быть там от… Ну, скажем… Нам нужно реагировать до тех пор, пока наши данные имеют какой-то смысл. То есть, если мы, скажем, делаем приложение, которое отправляет промоушены на мобильный телефон, в зависимости от того, где находится человек. То есть, человек идет по городу, мы смотрим, что он, скажем, находится там в одном километре от какого-нибудь retail store, мы можем отправить ему промоушен, что вот здесь есть скидки какие-нибудь на товар. В этом случае мы должны реагировать, скажем, не больше, чем… Не позже, чем несколько минут, иначе человек просто уйдет и покинет area. Вот. Если у нас какой-нибудь… Мы делаем веб-сайт, и мы хотим показывать продукты, скажем, какой-нибудь сделать recommendation service, то понятно, что это время может измеряться в миллисекундах. То есть, наша страничка должна отрабатывать быстро, должны моментально показывать предложение. Собственно, основные челленджи стоят в том, чтобы делать такого рода решения масштабируемыми, то есть, чтобы они работали под большой нагрузкой, и в то же время сделать их с адекватным latency. В общем, я расскажу про InsideAge, как мы это о себе видим. Собственно, основ, фундамент InsideAge – это два open-source решения, Spark и XIP или XAP. То есть, ну, про Spark, я надеюсь, вы все слышали, знаете, что это. Что такое XAP? XAP – это InMemory Data Grid. Собственно, это такая штука, которая держит данные в памяти. Она умеет линейно скилиться за счет того, что все данные в памяти у нас минимальный latency. Из-за того, что мы можем там делать шарод нас на архитектуру, шардировать наши данные, мы можем держать большой сропут. У нее есть достаточно богатый API. Вы можете моделировать данные, там, как Java Podge, можно данные хранить в SchemeOS виде. Что примечательно, в отличие от большинства NoSQL Solutions, у нее есть честные ACI транзакции, что, в общем-то, немаловажно, когда мы делаем каким-то OTP-приложение. High availability достигается путем репликации на бэкапы. Также крутая вещь – это кросс-дата-центр репликации. То есть мы можем поднять два грида, один, скажем, там в Европе, другой в Штатах, и там, скажем, сделать не только мастер-слейф-репликацию, но и мастер-мастер-репликацию между регионами. И еще есть своенность данных. То есть если мы хотим найти какой-то компромисс между стоимостью решений и нашим перформансом, не всегда имеет смысл все данные держать в памяти. Мы можем держать данные на SSD, и таким образом в некоторых случаях оно будет работать чуть медленнее, но это будет значительно дешевле. Собственно, ядро InsideDage – это… То есть мы берем Spark, мы берем in-memory data grid, и мы раноим Spark поверх data grid. Как это выглядит? То есть мы реализовали все базовые Spark абстракции поверх data grid. То есть мы умеем читать, писать RDD, которые лежат на data grid. Мы умеем читать, писать data frame, и, соответственно, раноить абсолютно любые SQL query, будь то join и что угодно. То есть то, чего вы не можете сделать там в большинстве нового скейлбаз данных. Соответственно, мы поддерживаем Spark streaming. То есть вы можете писать там ваше Spark streaming приложение, вот как Борис рассказывал на предыдущем докладе. И вы можете буквально там одной строчкой заперстить этот стрим вашей computation of data grid для того, чтобы потом вы могли писать OTP приложение, которое будет эти данные читать и отображать на дэшбордах, на веб-сайтах и так далее. Соответственно, когда вы пишете Spark streaming приложение, оно также может… у него будет доступ к вашим транзакционным данным. То есть как только вы начнете писать Spark streaming приложение, все обычно рассказывают про какие-нибудь work counter, которые работают сами по себе, но в реальном мире большинство стриминг-приложений им нужен какой-то контекст. То есть, скажем, к вам приходят какие-то месседжи, вам нужно их как-то заэнричить, то есть там залукапить, скажем, какую-нибудь цену или посмотреть там какой-нибудь вылобил эти продукты, или там найти, посмотреть, какие уже есть ближайшие заказы к нашему текущему. Все эти данные обычно транзакционные, и нам нужен какой-то storage. Spark сам по себе – это фреймворк для распределенного процессинга данных, для распределенного… для компьютинга данных. Он ничего не знает про storage. Соответственно, что мы делаем в InsideAge? Также мы берем Spark в качестве нашего процессинга и DataGrid в качестве хранилища данных. Причем быстрого хранилища, которое вы можете скейлить, которое может отдавать вам ответы на квейри за миллисекунды. Собственно, если посмотреть на картинку побольше, как вся эта система выглядит, какие возможности она представляет, то что мы видим? То есть мы говорим, что мы берем Kafka в качестве нашего брокера. Это как бы сейчас де-факто стандарт. Мы через нее пропускаем все наши сообщения из мобильных приложений, из каких-нибудь REST-приложений, из наших IoT-девайсов, каких-нибудь датчиков, откуда угодно. Соответственно, мы их можем обрабатывать в нашем Spark-стриминге, используя DataGrid как контекст, как storage, и писать наши real-time приложения на чем угодно. Ну, ни на чем угодно, но на… Собственно, если у нас есть… DataGrid предоставляет полноценный API для Java, для JVM, то есть там для Scala, для Java, но также можно использовать REST-API, если совсем сильно захотелось. Что примечательно, то, что… Чем хорош Spark? Со Spark все дружат, и у него много там разных коннекторов. Соответственно, мы можем легко джойнить наши транзакционные данные, скажем, с историческими данными, которые лежат там на HDFS, или если у нас есть какие-то другие приложения, которые там, допустим, используют Cassandra, мы можем взять, заджойнить данные с Cassandra, с нашими транзакционными данными. Мы можем… InsideH предоставляет, собственно, весь клей для того, чтобы построить, например, лямбда-архитектуру. Когда мы хотим действительно делать real-time приложение на большом объеме данных, то есть если мы хотим, собственно, сделать лямбда-архитектуру, нам нужен какой-нибудь бэдж-вэйр. Мы берем в качестве бэдж-вэйра Spark, SparkBatch, пишем результаты бэдж-вью на наш DataGrid, мы берем SparkStreaming в качестве нашего SpeedWare, он, соответственно, тоже пишет результаты на SpeedView, хранится в нашем DataGrid, и мы мерджим эти результаты из наших real-time приложений. Соответственно, также мы предоставляем тулы для аналитиков или DataScientists. То есть через JDBCO, DBC-интерфейс мы можем подключить, скажем, Tableau для визуализации прям живых данных из гряда, или мы можем запустить Zeppelin. Это такой веб-ноутбук, я покажу скоро, для DataScientists, которые смогут там ковырять данные, или запускать какие-нибудь свои запросы, или строить Machine Learning модели. Давайте я покажу, как это вообще выглядит. То есть, видно? Я сейчас зашел в InsideEdge директорию. Как я сказал, InsideEdge это Spark дистрибутив. То есть то, что вы видите, в принципе, это очень похоже на обычный Spark, за исключением того, что тут есть… В чем отличие? Во-первых, здесь есть такая папочка DataGrid. То есть это наш InMemory DataGrid. Здесь есть также наш Zeppelin. То есть мы там форкнули Zeppelin, и его хорошо интегрируем с InsideEdge. Ну и, соответственно, тут есть внутри некоторые наши джары, наши интеграционные библиотеки между Spark и DataGrid. То есть что тут можно сделать? Ну и, соответственно, всякие скрипты, которые позволяют это все быстро заранать, задеплоить, и завести. То есть в Sbin у нас есть такой скриптик, который называется InsideEdge.sh. Если мы его запустим без параметров, то мы тут, в принципе, увидим, что это как бы такой основной скрипт, который вам позволит запустить InsideEdge Master, InsideEdge Swave, задеплоить какой-нибудь Space, то есть, в общем-то, запустить все сервисы, которые нужны, или там запустить что-нибудь на ремонт-машине. Что я сейчас делаю? Я запущу InsideEdge в демо-моде. Демо-мод – это просто такая удобная, удобный мод, который все равно на локальной машине, то есть он там поднимет SparkMaster, SparkWorker, он поднимет DataGrid, поднимет Zeppelin. То есть такая штука, которая позволит вам очень быстро запустить и начать с ним играться. Что мы тут видим? Мы, соответственно, там запускаем SparkMaster, запускаем наш DataGrid Management ноды, запускаем SparkSlave. Вот. Оно запустилось. Теперь мы можем пойти по этому URL на Zeppelin. Видно или больше сделать шрифт? Вот. То есть что такое Zeppelin, если кто не в курсе? Это такая штука, которая позволяет вам… То есть это что-то типа там ScalaRepla или SparkRepla, то есть такой read-evaluation loop. Вот. То есть вы вводите какие-нибудь команды, и он их процессит. Ну, соответственно, это такой веб-тул. То есть вы это делаете не в консоли, а вот в таком веб-приложении. Я просто хочу тут показать API, который мы сделали, и некоторые базовые примеры. То есть вы можете моделировать ваши данные вот в таком вот стиле. Мы сейчас создадим какой-нибудь класс product. У него, соответственно, есть какой-нибудь ID description quantity. Ну, для скалистов тут сразу видно, почему у нас вары. Вроде как в скале… В скале все должно быть и mute, и вообще об этом поговорим позже. Давайте все это в кучу запустим. То есть в принципе в Zeppelin можно запускать это все кусками. Каждый вот этот параграф отдельно. Давайте я возьму это все просто в кучу. Наверное, в кучу я запущу. То есть сейчас видно, что… Видите вот этот progress bar? То есть оно начало как-то процесситься. Первый раз оно будет… Первый параграф будет отработать дольше, потому что там поднимается GVM, и Spark, соответственно, тоже поднимает GVM-веркеры. Соответственно, остальные параграфы будут работать значительно быстрее. Итак, что тут происходит? Мы смоделировали какой-то класс product. И теперь мы… Опять же, это просто базовый пример для того, чтобы показать вам, как выглядит API Inside Edge. Мы используем, собственно, обычный ваниловский Spark для того, чтобы создать просто каких-нибудь там 100 тысяч объектов. Мы их выкидываем на Spark Master. И вот это вот наш уже Inside Edge API. То есть мы вызываем метод save2grid, который берет из кластера, параллельно все эти объекты пишет в grid. Мы можем вычитать эти данные обратно из гряда. То есть мы вызываем метод grid.add, передаем ему наш тип продукта. Соответственно, получаем RDD этих продуктов. Или мы можем сделать интересную штуку. Допустим, мы можем вычитать, если мы хотим вычитать только часть данных из нашего гряда, мы можем запустить нативную клэри на гряде, которая сначала сделает какой-то преселект, и потом эти данные мы вытащим в Spark. Дальше мы показываем, что весь знакомый вам Spark-овский синтексис, работа с DataFrame, он также работает. То есть мы можем использовать DataFrame DSL, чтобы найти продукты, у которых в квонте те меньше пяти. Мы можем также зарегистрировать SQL-таблицу и начать писать просто SQL-запросы, которые тоже так же будут работать. Собственно, здесь можно написать любой SQL-запрос. Spark поддерживает практически полностью, по-моему, NC 99, или что-то в этом духе. Дальше. Мы можем использовать DataFrame. То есть мы можем выгрузить, чтобы выгрузить DataFrame, мы указываем опять же тип наших объектов, которые лежат в гряде. Мы можем использовать, мы можем сохранить этот DataFrame в грид, как коллекцию. Мы можем, собственно, все те вещи, которые вам доступны в Spark, они также доступны в NCDH. Мы сделали полную интеграцию с RDD, DataFrame, DayStream. Также мы умеем персистить Machine Learning модели. Окей. Давайте теперь расскажу, как это все устроено внутри и как это за дизайнером. Ключевой момент в архитектуре состоит в том, чтобы коллекетить собственно наш процессинг со сториджем. То есть это то, что там весь, вся Big Data делает, ну и в чем основной смысл Big Data. То есть мы наши компьютейшины держим рядом с данными. То есть что мы делаем? Мы берем, ранаем SparkWorker, коллекетим их с нашими GridWorker'ами и таким образом добиваемся, собственно, позже я покажу, как мы добиваемся DataLocality между Spark'ом и Grid'ом. Теперь основной фундаментальной абстракцией в Spark'е – это RDD. То есть это Resilient Distributed Dataset. Об этом можно думать, как такое распределенное коллекции данных. Собственно, что мы сделали? Мы реализовали этот RDD поверх Грида. И если вы, например, захотите когда-нибудь сделать что-то похожее, что вам нужно сделать? Собственно, чтобы Spark смог создать RDD, ему нужно четыре вот этих вот атрибута. Он должен знать, во-первых, о своих депенденциях. То есть так как когда мы трансформируем RDD, мы строим некоторый граф. Соответственно, у нас есть зависимость между нашими RDD. То есть он должен знать о своих parent RDD. Тех RDD, от которых он зависит. Так как мы вычитываем данные из Грида, они ни от чего не зависят. Соответственно, этот список пустой. Все просто. Дальше любой RDD Spark бьет на partition. То есть partition – это такой минимальный юнит параллелизма, на который Spark уже натравливает потоки для обработки данных. То есть, ну, это можно… То есть, собственно, да, это такие… мы берем наш виш-датасей, делим его на партишены, и потом эти партишены независимо друг от друга обрабатываются. То есть в нашем случае, что мы делаем? Мы запускаем distributed query на grid и узнаем количество партишенов грида и узнаем хосты, на которых они рануются. Также для RDD важна compute function. То есть это, собственно, то, что Spark будет запускать. В случае inside HRDD – это просто итератор поверх данных. То есть мы вычитываем данные и отдаем наружу итератор. Если это будет у вас, кому-нибудь там map RDD, соответственно, он будет запускать map функцию. И, что немаловажно, это optional – это хостнеймы. То есть для того, чтобы Spark гарантировал, предоставил вам data-locality, он должен знать, на каких машинах ему запускать вёркеры. То есть в тот момент, когда мы запустили распределённую query, узнали хосты, на которых крутится наш грид, они будут нашими preferred location. Теперь, ну, как мы маппим Spark partition на грид partition? Ну, самый очевидный способ – это маппить их один к одному. То есть мы говорим, что у нас один Spark partition соответствует всем данным в нашем subcontainer. Здесь проблема в том, что Spark partition – это как бы, да, минимальный юнит параллелизма в Spark, но в XAP это совсем другая концепция. То есть в XAP один partition, грубо говоря, это одна JVM. И если мы сделаем маппик один к одному, у нас будет недостаточно параллелизма на Spark. Потому что представьте, что у нас, скажем, мы ранаем один контейнер на одном хосте. Если это будет один Spark partition, этого будет мало. То есть если у нас, скажем, машина 64 ядра, у нас только один поток сможет одновременно обрабатывать этот partition, остальные ядра будут простаивать. Соответственно, нам каким-то образом нужно создать больше Spark partitionов. То есть нам нужно замаппить один grid partition на n Spark partition. Что мы делаем? Мы вводим концепцию бакетов. То есть в чем идея? Мы говорим, что мы все наши объекты грида возьмем и начнем раскладывать по некоторым бакетам. Технический бакет – это поле в нашем объекте, которое равномерно присваивается значениями от 0 до 1023. Теперь, соответственно, чтобы замаппить данные Spark partition на наши grid данные, у нас каждый Spark partition будет вычитывать свою порцию бакета. Понятно, да? Как мы это делаем? Мы запускаем просто range query, мы вот этот bucket ID делаем индексом в гриде и запускаем range query, который высасывает нужное количество бакетов. DataFrame. DataFrame – это очень… То есть сейчас, если посмотреть на Spark 2, то DataFrame – это основная абстракция, они очень важны. У них там внутри есть всякие интересные штуки, связанные с оптимизацией. Соответственно, там они позволяют раноть SQL-запросы и все такое. То есть нам нужно реализовать DataFrame. Как мы это делаем? Если посмотреть на Spark SQL-архитектуру, она сама по себе там интересна, интересно посмотреть ее код, но что для нас важно и примечательно, это то, что она также создана, она расширяема. То есть она позволяет вам реализовать так называемый DataSource API, который на уровне физического планирования вашей query позволяет вам вклиниться и, собственно, выгрузить данные из какого-нибудь external storage. Что мы делаем? То есть идея стоит в том, чтобы… Мы делаем так называемый predicate pushdown. То есть, когда вы найдете какой-нибудь query на Spark, представьте, что у вас 2 терабайта данных лежит в гриде, и вам нужно сделать какую-нибудь агрегацию, но по какому-нибудь ключу, по какому-нибудь фильтру. Соответственно, те данные, которые попадут под этот предикат, их там всего, не знаю, может там гигабайт. Соответственно, нет никакого смысла брать этих 10 терабайт и тянуть из гряда в Spark. То есть логично зафильтровать эти данные внутри гряда, перегнать их в Spark и сделать там агрегацию. То есть в этом как бы стоит основной смысл predicate pushdown. То есть мы данные фильтруем не на стороне Spark, а на стороне гряда. Также есть смысл делать, если у нас есть, скажем, какой-нибудь класс продукт и мы агрегируем или, скажем, класс сущность заказ, ордер, мы хотим найти сумму всех покупок, нам нет смысла абсолютно все поля нашего ордера гнать из гряда в Spark. Соответственно, мы должны сделать какой-то projection наших данных на гряде. Собственно, именно это мы и делаем на вот этой вот фазе, на фазе физического планирования с помощью data source API. Что мы получаем? Мы получаем predicate pushdown, columns pruning, и что классно в Spark это то, что все это прозрачно для пользователя. То есть вы просто пишете запрос, он каким-то магическим образом выполняется, он каким-то магическим образом выполняется на гряде. Точно такой запрос вы можете заранать на HDFS. То есть буквально там одной строчкой конфигурации оно работает. вот, что еще интересного, это то, что как только вы имплемеете data frame, они сразу enable support для тех языков, которые поддерживают Spark. То есть для Python и для ARA. Соответственно, в InsideAge мы тоже поддерживаем Python и ARA. Что еще интересного? Мы расширили, то есть мы пошли намного дальше, чем то, что делает Spark. Мы расширили его с помощью геоспешевой API. То есть если вот вы вспомните про наш пример с Uber, всякие геолокационные запросы, это сейчас такая штука, которая требуется много где. То есть те же промоушены, то есть все, что касается там GPS трекинга, что касается там скажем, не знаю, какие-нибудь там датчики, которые двигаются в пространстве. То есть что мы делаем в InsideAge? Мы предоставляем Geospatial API, который умеет оперировать в принципе всеми объектами, которые вам скорее всего понадобятся. Я не знаю, что еще тут можно. И он умеет делать query intersect within and contains. И что интересно, вы можете индексировать ваши геообъекты. То есть мы не просто тупо делаем fullscan по всем объектам, мы умеем делать индексы на геообъектах. И соответственно, run at tquery очень быстро. Вот как это примерно выглядит с точки зрения пользователя. Что мы тут делаем? Вот этот пример, он пример с датафреймами. Мы говорим, что мы ищем в радиусе трех километров от такой-то точки. И мы ищем все школы, которые находятся в радиусе этих трех километров. То есть курс это наш датафрейм, который мы вычитали из гряда. И мы говорим, что мы хотим, чтобы у него поле allocation был внутри вот этого нашего круга search area. Какие у нас тут были проблемы? Проблем было несколько. Первая проблема в том, что соответственно мы сами не реализовывали всякие шейпы, квери и так далее. То есть мы взяли XIP использует Geospatial4j, если я не ошибаюсь, называется библиотека, и Lucene для индексов. Соответственно мы берем Geospatial4j. Это третьисторонняя библиотека, которая написана в Java. Как только вы захотите в Spark сделать датафрейм так, чтобы сохранить тип данных. То есть смотрите, когда вы создаете в Spark датафрейм, он берет и делает плоскую структуру ваших данных. То есть если у вас был какой-нибудь класс person, внутри был класс адрес, то этот адрес превратится распакует и это будет плоская структура данных. Но в случае GeoQuery мы теряем в чем будет прикол, если у вас будет какой-нибудь поле allocation в классе school и у вас там потом будет просто координаты x и y. ничего сделать не сможете. Соответственно, нам нужно каким-то образом сохранить тип этих данных. Что Spark предлагает? Spark предлагает так называемый user-defined types. Это вы говорите, что вот я хочу зарегистрировать какой-то тип и Spark о нем начинает знать. Но проблема в том, что чтобы это сделать, Spark говорит, что возьмите ваш класс и навесьте на него аннотацию, которая скажет, что это user-defined type. у нас соответственно возникает проблема. У нас есть библиотека, которая третьесторонняя, это какой-то jar, который мы не имеем доступа, повесить на него аннотацию мы не можем. Проблема номер два. DataFrame в Spark не дружат с миксом Java и Scala. То есть так как мы хотим все-таки сделать Scala API и поддерживать Scala как First Class Citizen, но в то же время наши гео-объекты это Java классы, нужно уметь сапортить миксы Scala и Java классов. Что мы в итоге сделали? Если задуматься, что вообще возможно сделать, есть несколько вариантов. Первый вариант это взять просто зафоркать Spark. Мы подумали и не решились на это, потому что это очень активно развивающийся проект. В master mergers request по два часа в master mergers request GitHub говорит, что там порядка тысячи контрибьюторов, я не знаю, какое количество из них активных, но в общем эта идея не очень. Второй вариант это взять каким-то образом за extended Spark, сам Spark Core, начать его билдить и собирать свой дистрибутив и сделать pull request в Apache Spark, чтобы его потом приняли. Эта идея в принципе хорошая, но нам нужно будет опять же начинать собирать Spark. Второй момент, неизвестно, когда этот pull request примут, войдет он вообще, его могут зароджектить, войдет он в релиз, когда он войдет в следующий релиз и так далее. Соответственно, мы хотим наш продукт выпускать намного быстрее, чем это делает Spark. что мы сделали, мы пошли таким может скорее программатичным путем, мы просто скопипастили кусок Spark в наш продукт и решили, что мы как только у нас больше появится время, мы сделаем pull request Spark, надежда на то, что в следующей версии мы сможем сделать нормальный чистый код. Хорошая новость в том, что вот этот способ регистрации Spark, вот буквально недавно вышел в Spark 2 и видимо у кого-то были такие же проблемы, собственно в джире уже был такой тикет и это уже сделали. Вторая проблема mix с скалой Java типов она таки не решена и мы думаем это тоже за pull request Spark в ближайшее время. Что касается разработки, какие вообще у нас были проблемы? из неприятных вещей, когда вы начинаете писать на скале, это интеропрабилити с джавой. То есть тиксап по дефолту саппортит, ну он написан на джаве, соответственно все модели вы можете писать, вы моделируете джава-классы как поджа-объекты, то есть стандартный вот это вот стандартный джава-подкод, например, как там в хибернейте, у вас там какие-то есть поджа, getter и setter, и он требует, чтобы у вас был публичный конструктор без аргументов, чтобы там рефлекшеном создавать объекты. Вопрос, как нам все-таки сделать нечто похожее в скале? Ну, скала, как бы, что скала предоставляет? скала предоставляет аннотации bin property, которые, навесить, на которые, если вы навешиваете эти аннотации на property, компилятор начинает генерить getter и setter, и, собственно, да, то есть что мы сделали? Мы написали небольшую оберточку над нативными ксаповскими аннотациями, которые там автоматически добавляют getter, ну, и получили примерно вот, теперь мы можем моделировать и наши поджи вот в таком вот виде на скале. Ну, это не очень приятно, потому что, во-первых, это mutable класс, ну, в скале как бы скала функциональный язык, хотя и mix object-oriented, но, тем не менее, рекомендуемый подход и то, к чему все стремятся и придерживаются это mutable класса. то есть у нас эта проблема возникает с, также вопрос возникает, что делать с nowable property, то есть в скале мы это обычно делаем опшенами, соответственно, xip эти опшены не поймет и работать не будет. Какой вывод из этого всего? Вывод в том, что нужно допиливать grid, чтобы он начал саппортить наши нужды. И, в принципе, в следующих версиях мы это и делаем. То есть со скалы скала не позволяет сделать. Собственно, это больше в данном случае получается это больше проблема гряда, что он не позволяет делать mutable классы и остальные проблемы. Что из хорошего, когда вы начнете писать на скале? Во-первых, очень классно можно расширять API с помощью скала. То есть вы видели, что мы добавили какие-нибудь save-to-grid методы и вообще все это выглядит как нативный Spark. То есть Spark implicit и conversion они классные, если вам нужно расширить какой-то существующий API. Класс теги делают API чище. То есть класс теги, кто не знает, это такая штука, когда Spark компилятор автоматически добавляет ментаинформацию в метод. То есть в Java есть проблема с Type Erasure, это когда информация о типе теряется, например, не можете создавать класс, короче говоря, вы не знаете информацию о типе в рантайме. Скала это решает тем, что вы можете объявить класт тег, компилятор добавляет метаинформацию и все выглядит намного лучше. Миксины классные классно зашли с, например, с тестированием. То есть мы там сделали всякие фикстуры типа Spark InsideAge, которые поднимают Spark и Grid в Embedded моде. То есть когда нам нужно написать какой-нибудь юнит тест, мы просто миксуем и говорим нам для этого теста нужен Spark, окей, мы замиксовали Spark. Для нашего теста там нужен какой-нибудь конфиг или еще стриминг. Мы взяли, замиксовали стриминг, у нас все есть. Собственно, код читабельный, из нашего опыта девелоперы очень продуктивные со скалой. Из негативного SBT нам не нравится. Много проблем, она неочевидная, не тривиальная. То есть мы пока используем Mevin. Окей. И как мы делаем тестирование? Собственно, у нас есть юнит-тесты, есть интеграционные тесты. Юнит-тестами мы покрываем полностью весь наш API. То есть в юнит-тестах мы поднимаем Spark и Grid в бедах модах. Это очень удобно, быстро и легко. Но проблема в том, что мы не покрываем всякие наши бэш-скрипты, Zeppelin ноутбуки, все, что касается кластеринга, нетверкинга. Поэтому мы решили использовать докер для виртуализации. То есть что мы делаем? Мы во время билда запаковываем, делаем имейджи. Например, у нас есть тесты, которые покрывают всякие кластерные штуки, мы поднимаем там 4 контейнера, мы равняем на них тесты, проверяем, что все окей и все отлично. Собственно, у нас есть long running тесты, которые могут отрабатывать порядка 20 минут. Это тесты, касающиеся всяких зависимости из мэвина, когда мы убеждаемся в том, что люди могут, например, сбилдить наши гитхабовские экземплы с помощью артефактов. Так эти штуки отрабатывают очень долго, мы их храним только на мастер и на релиз в бранчах. Мы используем Spotify плагин, чтобы билдить мавеновский имидж с докером. Мы пробовали overclass библиотеку, но она очень сильно отстает от Spotify клиента для докера, поэтому мы от нее избавились, начали просто использовать низкого уровня, и докер клиент, и в некоторых случаях мы просто ранаем докеры прямо из кавы, и это делается со скалой очень легко, буквально одной строчкой. Из интересного, так как мы начинаем писать все больше и больше интеракционных тестов, мы сейчас думаем над тем, чтобы перенять некоторый опыт разработчиков XIP DataGrid, у них эти тесты, у них очень много интеракционных тестов, которые отрабатывают по 20 часов, они написали свой фреймворк поверх Mezosa, который распределенный фреймворк, который умеет ранать тесты в распределенном моде, то есть это такие агенты, которые слушают команды и ранают тесты параллельно. Что еще? Ну, собственно, это все последний слайд. Есть вопросы? Кстати, да, если вам это интересно, опять же, это open-source продукт, вы можете присоединиться к комьюнити, вы можете зайти к нам на свак-чат, подключиться к разработке на гитхабе, если это интересно. Да, абсолютно, мы приветствуем и приветствуем. Раз, раз. Это понимаешь, что к X-IP вы жестко завязаны, не можно использовать другие грид-системы, там, а в планах вообще есть, там, например, коннекторы какие-то для холл-каста? Ну, так как это продукт от компании GigaSpaces, которая, собственно, стоит за X-IP, соответственно, у нас мы делаем это поверх X-IP, нам это неинтересно другие решения. Понял, а я совсем понял насчет данных с других источников, например, вот у меня есть Монго, и там ключи-данные, геоданные всех моих партнеров, которым мне нужна модификация, это мне нужно использовать какой-то Spark коннектор, чтобы их получить? вы можете использовать Spark коннектор, чтобы загрузить данные в Spark память, и потом InsideAge, например, ковырять эти геоданные. Если вы хотите делать это быстро, то данные должны лезать в X-IP, чтобы они были интексированы, потому что индексы применимы только к тем данным, которые лежат в гриде. Spark сам по себе ничего не знает про индексы, у него есть какие-то минимальные оптимизации для DataFrame, когда они кое-какие хитрости делают, но в основном он делает практически full scan. А выгружать данные из грида? Ну, в том плане, что прошел процессинг с помощью Spark, могу ли я результат подкладываться? Ну, так тоже использовать Spark аннектор. Да, то есть Spark получается как такой клей, интеграционный слой, который, то есть с одной стороны мы говорим, что у вас есть классный Tool X-IP для того, чтобы писать о-вейтенсе OTP-системы, с другой стороны мы берем Spark для аналитики, и это классное решение для того, чтобы оно предоставляет вам все. То есть вы можете делать стриминг-приложение, вы можете работать с Big Data, обучать Machine Learning модели в распределенные. Spark хорош для этого. Понятно, спасибо. Ну, мне сказали, что если в докладе присутствуют слова Spark, Scala и Docker, то этого, в принципе, достаточно. Они просто гипнотизируют, и можно повторять Spark, здесь еще нужно пять человек, которые будут, знаете, ходить Spark, Scala, Docker. И этого достаточно. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ